Братья и сестры, я предлагаю, чтобы мы сейчас еще раз обратились к Господу, помолились. Но перед тем, как мы помолимся, я хочу, чтобы мы порассуждали над Словом Божиим. И хочу коснуться одной темы. Мы закончили испытания тех, кто желает принимать крещение. И даст Господь вот в это воскресенье, которое будет... У нас будет 15 душ, которые будут принимать крещение. И я вот хотел бы, чтобы мы порассуждали вот на такой мыслью. Мы на протяжении вот этих нескольких месяцев видели перед нами, здесь выходили братья и сестры, которые заявляли о своей вере, которые исповедовали. И мы задавали им вопросы о том, как они понимают истину о Боге, о Христе, о Духе Святом, о спасении и самые различные вопросы. И вот я хотел бы, чтобы мы сейчас вот о чем подумали. Насколько это важно нам. Мы всегда говорим, что это важно, правильное понимание, правильное учение, правильно все эти истины принимать. Но иногда у нас возникает в жизни вот такое разделение между тем, во что мы верим, и то, как мы живем. Вот подумайте, насколько влияет на то, как мы живем, истина о Боге. Мы знаем, кто такой Бог, мы верим в Бога. Как это влияет вот на то, как жизнь наша проходит? Или истина о Христе? Вы помните, наверное, этот текст Писания из послания Иакова, где Иаков говорит, будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих самих себя. Вот как быть исполнителем слова, когда слово как бы не побуждает нас что-то исполнять? Ну, понятно, когда слово Божие говорит, всегда радуйтесь. Для нас это ясно, понятно. Мы прочитали здесь конкретное побуждение, здесь конкретное повеление. И мы прочитали это слово, мы знаем, что слово Божие побуждает нас радоваться. Или слово Божие говорит, прощайте друг друга, как Христос простил вас. То есть, когда есть конкретные побуждения, конкретные заповеди, ну, для нас это понятно и ясно. А вот когда речь идет о каких-то истинах, которых нет какого-то побуждения, насколько это важно для нас? Как мы это можем быть исполнителями этого слова, когда в слове самом нету какого-то побуждения? Я хочу, чтобы мы, вот рассуждая об этой истине, сделали этот вывод. И я предлагаю, чтобы мы сейчас открыли вторую главу Деяния апостолов. Почему я как бы выбрал вот этот текст? Вы помните, что во второй главе Деяния апостолов записана первая новозаветняя проповедь. Это проповедь Петра. Вы помните, какому результату привела эта проповедь? В день Пятидесятницы апостол Петр начинает проповедовать. И после его проповеди мы видим, что эти люди, которые слышат, они обращаются к Петру этими словами, что нам делать? И Петр говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. И мы читаем, что три тысячи человек каются, и они принимают крещение. То есть весь контекст второй главы приводит к тому, что люди приняли крещение. Это то, что у нас ожидает. То, что мы молимся, в это воскресенье будет у нас крещение. И когда мы смотрим на то, что привело их к этому, мы видим, что это была проповедь Петра. О чем проповедовал Петр? Что он говорил, что люди принимают это решение, чтобы вступить в завет с Господом, покаяться, принять крещение. Вот я хочу, чтобы мы обратились сейчас к этой проповеди Петра. Я хочу, чтобы мы здесь увидели пять истин об Иисусе Христе, который говорил Петр. И чтобы это пять истин о Христе, они тоже для нас не стали вот так вот, знаете, абстрактными, богословскими истинами. Но я хочу, чтобы каждую из этих истин мы подумали, а как я могу исполнять это слово? Как практически вот эта конкретная истина влияет на мою жизнь? И чтобы мы нашли этот ответ, и чтобы для нас это очень важно, для тех, кто принимает крещение, а может быть, наиболее важно для тех, кто уже давно принял крещение, научиться, чтобы слово Божие не было для нас, знаете, где-то вот так вот далеко, книгой, которую, ну, когда-то мы читаем, когда-то нам нужно читать, когда у нас происходит разрыв между словом Божиим и нашей повседневной жизнью, вот здесь проблема. И для нас очень важно, как для христиан, научиться слово Божие в жизни нашей воплощать, исполнять. Итак, я предлагаю, давайте мы откроем вторую главу Деяния апостолов. Я буду читать по отрывкам вот из этой проповеди Петра. И предлагаю, чтобы вы тоже могли сказать, какая истина о Христе открывается вот в этой части, которую я буду читать в этой проповеди Петра. Итак, я читаю вторая глава, 22 стих. Вторая глава Деяния, 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами и знаменями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Вот здесь я остановлюсь. 22 стих. Что он говорит об Иисусе Христе? Как Петр открывает Иисуса Христа? С какой стороны он показывает Иисуса Христа вот в этом 22 стихе? Как вы видите? Как бы основное слово вот здесь, которое говорит Петр, он говорит, «Иисуса Назарея, мужа». И потом он добавляет, что это был за муж, засвидетельствованного вам от Бога силами, знамениями и чудесами. Слово «муж» вот в нашем русском языке, это древнее слово, которое сегодня вот как бы так не употребляется. Сегодня слово «муж» употребляется только в одном значении, вот в семейном. Муж и жена, как взаимоотношения внутри семьи. Но здесь не это имеется в виду, когда здесь употребляется слово «муж», имеется в виду «человек». И когда мы думаем, Петр говорит в своей проповеди об Иисусе Христе, что это человек. И дальше он добавляет, что это не обычный человек. Это не просто человек, это особый человек. Мы видим, что этот человек был засвидетельствован от Бога силами, чудесами, знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как вы и сами знаете. Итак, мы видим, первая истина о Христе, это был человек, но это был особый человек. Это не был человек такой, как все остальные, это был особый человек, через которого Бог творил многие чудеса. И вот я задаю вопрос. Итак, первая истина, которая привела людей к крещению, к покаянию, а потом к крещению, это то, что Христос, Иисус, это был человек, особый человек. Я задаю вопрос, как эта истина, которую мы знаем о Христе, может быть исполнена нами? Или как вот в жизни, в повседневной нашей жизни, как эта истина о том, что Христос бы это был особый человек? Что она побуждает нас делать? Как в нашей жизни мы можем что-то изменять? Как в нашей жизни мы можем вот эту истину воплощать в жизнь? У кого-то есть какие-то мысли? Верить, конечно, верить в Иисуса Христа. Еще? Подражать Иисусу Христу, да. То есть, смотрите, Иисус Христос как человек, как особый человек. Что мы можем вот с этого взять, чтобы в жизни нам это действительно исполнять? Вы помните вот этот текст Писания во второй главе послания евреям? Там написано, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онный, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И дальше вот 17 стих. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он, претерпев, был искушен, то может и искушаемым помочь. Посмотрите, насколько важен вот этот момент. Мы знаем о Христе, что Он человек, но это должно влиять на нашу жизнь повседневную. Это не просто абстрактное какое-то, вот знаете, далекое знание, что когда-то, 2000 лет назад, да, Он был человеком. Это должно влиять на нашу жизнь сегодня. Зная, что Христос человек, мы можем стремиться быть похожими на Него. Мы знаем, что Он тоже был искушен, Он может нам помочь. Он стал нашим первосвященником. И мы действительно должны стремиться быть похожими на Него. Он тоже ходил по этой земле. Он тоже голодал, Он тоже спал, Он тоже уставал. Но Он был праведником, Он служил Богу. Он выполнил, Он показал вот этой жизнью своей. 33,5 года, как нужно жить здесь на земле. Как нужно разговаривать с людьми. Как нужно реагировать на оскорбления. Как нужно вести себя с правителями этой земли, с грешниками. Это все влияет на нашу жизнь. И тогда, когда мы смотрим на эту истину, это не просто для нас. Вот Бог пришел на землю, Он стал человеком. Это для нас становится реальным, что мы должны в жизни своей ежедневно это исполнять. Я читаю дальше, посмотрите, это вторая глава Деяния. Мы читаем дальше. Здесь Петр дальше продолжает мысль. Посмотрите, что он говорит. 23 и 24 стихи. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Первая истина, Он сказал, это человек, особый человек, через которого Бог чудеса творил. Вторая истина. Что Он говорит о Христе? Кто такой Христос? Это тот, кто умер. Он говорит, того, кого вы предали, пригвоздили, тот, кто умер и тот, кто воскрес. Это и есть Евангелие, о котором мы читаем в 15 главе 1 послания Коринфянам. То есть вторая истина о Христе, что Христос тот, кто умер и тот, кто воскрес. Я опять задаю вопрос, а вот эта истина, она как влияет на нашу повседневную жизнь? Сегодня, завтра, послезавтра? Это ведь истина тоже может стать какой-то далекой. Мы когда-то 20-30 лет назад, мы поверили, мы покаялись, мы приняли Евангелие, мы поверили, что Христос умер и воскрес, а сегодня, а завтра. Как на нас влияет вот эта истина, что Христос был предан, Его пригвоздили, Его убили, но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти. У кого какие мысли? Как это практически для нас имеет значение сегодня и завтра? Если Христос умер и воскрес, то кто Он для нас? Он Спаситель. Конечно, Он Спаситель. Вот тот, кто умер за мои грехи, и тот, кто воскрес, и тот, кто живой сегодня. И если я это понимаю, тогда я иду к Нему как к Богу, как к Спасителю моему. И я сознаю, что мои грехи, они проявляются в моей жизни. И завтра, когда мы будем с вами на работе, на учебе, еще где-то, я еще раз проверяю свою жизнь, и я понимаю, что грехи мои, они присутствуют. И я опять иду ко Христу, потому что Он умер за мои грехи, потому что Его пригвоздили, потому что Он взял на себя мои грехи. И Он воскрес, и я знаю, что Он живой сегодня. И насколько нам важно вот эту мысль не потерять в ежедневной жизни. Христос живой, Он со мной, Он здесь, Он рядом. Он воскресший Спаситель мой, который взял на себя эти грехи. Нам важно научиться вот эти истины Писания не оставлять где-то далеко-далеко в памяти, а в жизни нашей исполнять. Дальше большой отрывок вот в этой главе. Это третья истина о Христе. Это с 25 стиха и по 35. Посмотрите, что Петр говорит. «Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня, будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресел его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так он был вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа и злил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам, говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй у меня. Вот третья истина о Христе. И когда Петр говорит о третьей истине о Христе, куда он смотрит? Кого он вспоминает? Он вспоминает Давида. И вспоминая Давида, он говорит о пророчествах, которые есть в Священном Писании о Христе. И поэтому, когда мы смотрим третья истина о Христе, это то, что Иисус Христос исполнитель пророчества. О нем сказано было в Писании. О нем Давид говорил. И то, что произошло, воскресение Христа, это Писание, это исполнение пророчества. Я задаю вопрос, а вот эта истина, о том, что Христос исполнил пророчества, и он воскрес по Писанию, он воскрес так, как Слово Божие говорит, как на меня сегодня и завтра должна влиять эта истина, как практически я могу исполнять вот эту истину о Христе. Кто из вас может какую-то мысль сказать? Доверять Слову Божию. То есть вот эта истина о Христе, она приводит нас к Слову Божьему. И это практика нашей христианской жизни, Слово Божие. Мы думаем о Христе, Он исполнил пророчество, и мы приходим к Библии, и мы приходим к Слову Божьему, и мы вникаем в это Слово Божие, и мы знаем, что оно верно, и мы знаем, что оно исполняется, и нам нужно это Слово. И это опять практически. Посмотрите, мы вроде бы говорим вот о какой-то богословской истине, да, кто есть Христос, что Он сделал, и мы приходим, для меня это важно сегодня, для меня это будет важно завтра, потому что в нашей жизни это должно быть исполнено. Четвертая истина о Христе, я хочу, чтобы мы посмотрели на 36 стих, посмотрите, в 36 стихе Петр говорит, «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распили». Что здесь за истина о Христе? Что говорит Петр о Христе здесь? Кто есть Христос? Господь и Христос. Христос – это греческое слово, еврейское слово для Христа, мишиах, а мишиах – это мессия. То есть Христос – это мессия. И Петр здесь открывает истину, что Христос – это мессия, и Он Господь. И тогда я опять задаю вопрос, как для меня это истина, какое практическое значение для меня эта истина имеет. Если я понимаю, что Христос – это мессия, то есть это тот, кого обещал Бог народу израильскому, который должен прийти и который должен исполнить все обещания для особого спасения народа израильского. И когда я понимаю, что Иисус – это Господь, я могу сказать, да, Господь – это значит, где-то Он царствует, где-то когда-то перед Ним все преклонятся. Это когда-то, это где-то. А для меня реально завтра какое значение имеет это слово, как я могу исполнить его, что Он Господь? Как вы думаете? Умилиться сердцем. Умилиться сердцем – хорошо. И еще что я должен сделать? Я должен признать Его господство завтра и каждый день. И я должен завтра, утром вставая, сказать, Он Господь. Через воскресенье из мертвых написано, мы с вами прочитали, Бог соделал Его Господом и Мессией. И я должен каждый день в своей жизни признавать, что господство Его на меня распространяется. Я не могу, я не принадлежу сам себе, я Ему принадлежу, я Ему должен служить, я Его волю должен исполнять, я Ему должен поклоняться, я должен делать то, что Он говорит. И каждый день вставая, я должен сказать, а что Он мне повелевает сегодня делать? А как я должен прожить жизнь так, чтобы господство Христа в моей жизни исполнилось? И мы видим, это открывается в Священном Писании, это реально, это практически, это то, что я должен делать каждый день. И, наконец, последняя, вот истина о Христе, которую мы находим здесь, вот в этом слове Петра, это 37-38 стихи. Услышав это, они умилили сердце, им и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Что здесь Петр говорит? Он показал, что Христос – это человек, он показал, что Он спаситель, Он умер за грехи наши, он показал в Нем исполнение обетований, он показал, что Он Мессия, и теперь он приходит к этой последней, вот пятой истине, что Евангелие – оно для всех. Он говорит, покайтесь, обратитесь к Господу. Он дальше же об этом говорит, Он говорит, что вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь. То есть Он показывает, это Евангелие – оно для всех. Нужно покаяться, нужно принять Господа, нужно получить это прощение грехов, получить дар Святого Духа, нужно в церкви быть. И мы видим, это произошло. Вот эти три тысячи, тут так и написано, что охотно принявшие Слово Его крестились и присоединились в тот день, душ около трех тысяч. Куда присоединилась? К церкви. К церкви, которая была образована в тот день, когда эти 120 учеников были собраны, и вот теперь присоединяются три тысячи. Я задаю вопрос, это истина? О том, что Евангелие, оно для всех, и каждый человек может прийти к Иисусу Христу, получить дар Святого Духа, стать частью церкви. Как эта истина практически влияет на мою жизнь завтра? Что я должен делать? Как я должен принимать и исполнять это слово? Я должен понимать, что есть церковь. Я должен понимать, что прощение грехов даруется. Дух Святой дарован мне, и я должен быть живым, потому что Дух Святой возродил меня, потому что я имею Дух Святой. И когда я просыпаюсь утром, когда у меня день, я должен осознавать, что Дух Святой направляет меня. Я теперь имею Дух Святой, потому что я возрожденный. Я стал частью церкви. Я присоединился однажды к церкви. Я должен служить Господу. Я должен служить людям, когда я служу в церкви, когда я исполняю служение. И посмотрите, мы посмотрели, вот это проповедь Петра. Он проповедует, люди принимают, люди каются, люди принимают крещение. И эта проповедь не что-то такое абстрактное, далекое, вот где-то оно богословское. Это то, что мы должны реально в жизни исполнять. Я хотел бы, вот сейчас мы будем молиться, и хотел это слово сказать в первую очередь, конечно, тем, кто будет принимать крещение. И всем нам остальным, тем, кто давно принял крещение. Насколько важно христианину, члену церкви научиться, чтобы Слово Божие было живым, чтобы оно не было сухим, далеким, где-то находящимся, чтобы любая истина Священного Писания, все, что здесь вот мы слышали, когда было испытание о Боге, о Христе, о церкви, о грехе, о спасении, любая истина, чтобы это не был просто выученный экзамен, который мы зазубрили, и мы знаем, и, может быть, мы уже давно многие знаем этот экзамен, и мы можем отвечать, давать правильные ответы, но когда это подходит к реальной жизни, вот то, что мы знаем, оно никак не влияет. И на нашу жизнь тогда влияет мой характер, который остается прежним, моя натура, мое плотское какое-то состояние, оно остается тем же самым. Я живу той же самой жизнью. Насколько важно христианину научиться, чтобы эти духовные истины, чтобы это Слово Божие влияло на мою повседневную жизнь. И я знал, как это должно влиять. Я знал, как быть исполнителем этого Слова. Поэтому благослови, Господь, всех тех, кто будет принимать крещение, и всех нас, которые давно приняли крещение, учиться этому, читать это Слово Божие и быть исполнителем, исполнителем, а не просто слышателем, который обманывает самого себя. Давайте мы об этом помолимся Господу. Аминь.